Друзья, всех приветствую в начале очередной торговой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш youtube канал о маркет, оставляйте ваши вопросы в сексе с комментариями и конечно же не забывайте ставить лайки. Ну что ж, новая неделя, новые возможности и куча новых отчетов, большинство из которых мы будем анализировать снова через призму, скажем так, влияние на риторику Федрезерва и на будущее решение, которое будет касаться ключевой процентной ставки. На этой неделе, сегодня в частности, мы также ждем еще статистику из Японии, это данные по индексу потребительских цен. Пара доллар-иен уже давно в нашем портфеле и мы торгуем контрастом монетарных политик и также стараемся найти еще больше доказательств того, что японский регулятор не будет в ближайшее время корректировать монетарную политику. Ну в данном случае на контрасте с действиями Федрезерва Банк Японии сохраняет мягкую экономическую политику и в этой связи мы, собственно, ранее уже сделали акцент на рост этой валютной пары и я по-прежнему уверен, что пара доллар-иена имеет потенциал движения выше 151 на 50. Завтра заказан товар длительного пользования. Важный отчет по американской экономике, который в целом позволит нам оценить будущие показатели ВВП. В среду, собственно, фактические отчеты данные по ВВП и индекс расходов на личное потребление. В четверг предстоит проанализировать данные по ВВП Канады, также пара доллар-канадец в нашем портфеле и я советую в этих релизах, которые касаются непосредственно канадской экономики, стараться найти больше доказательств слабости канадской экономики, о чем мы уже многократно говорили. И учитывая то, что по прогнозам показатели ВВП Канады может очень сильно разочаровать и вкупе еще с развитием нисходящей динамики на рынке нефти, я полагаю то, что пара доллар-канадец имеет все вводные для того, чтобы продолжить развитие восходящей динамики и нацелиться на движение в район 1.3650 и потенциально даже выше. И под закрытие недели еще один важный отчет из США АСМ производственного сектора. АСМ, напомню, что это самая, пожалуй, объективная оценка, самая качественная оценка динамики и промышленного сектора и сферы услуг. Я ожидаю еще один сильный отчет, а чем больше мы сейчас получаем хороших данных из США, тем больше доказательств того, что американская экономика остается в принципе перегретой и это снижает вероятность того, что Федрезерв будет торопиться с отказом от проводимой жесткой монетарной политики. Потому что если ФРС, опять же, может быть, примет проактивные меры и действия, шаги, в конечном счете они могут привести лишь к ухудшению ситуации. Потому что в условиях, в которых сейчас остается американская экономика, снижение ключевой процентной ставки может обернуться дальнейшим ростом инфляции. Конечно же, ФРС все это прекрасно понимает и мы до сих пор с вами обсуждаем сроки первого снижения ключевой процентной ставки в США, которые постоянно едут на уже конец 2024 года и нам позволяют удерживать по индексу доллара длинные оппозиции. Ну а теперь давайте вкратце по порядку. Индекс доллара 103.88. На протяжении всего февраля индекс доллара остается рядом с отметкой 104 пункта. Как и ранее, потенциал для роста безусловно сохраняется, потому что мы за последнее время не получили ни одного сигнала, из-за которого можно было бы фундаментально обосновать развитие нисходящей динамики. Куча комментариев под закрытие прошлой недели от представителей Федрезерва. В частности, Кристофер Воллер, который отметил, что еще очень рано для того, чтобы снижать кучевую процентную ставку, нужно проанализировать гораздо больше макроэкономических данных, но это примерно то, что ранее мы слышали от главы Федрезерва Джерома Паула. Лиза Кук отметила, что нужно получить больше доказательств устойчивого снижения инфляции. Мы понимаем, что в текущих условиях вряд ли ФРС получит эти доказательства, потому что очень много, в том числе и внешних факторов, которые разгоняют вот эти инфляционные риски, усиливают их и заставляют ФРС занимать более сдержанную позицию. Другой представитель Федрезерва Филипп Джейферсон тоже считает, что нужно проанализировать гораздо больше отчетов по инфляции и подождать еще минимум 2-3 месяца, чтобы вообще поднимать на повестку обсуждение Федрезерва решение, которое будет предполагать корректировку ключевой процентной ставки. Точно такую же позицию высказал и Патрик Харкер. В общем, из голосующих членов Федрезерва, которых мы с вами выслушали за последние три недели, я даже сейчас не могу назвать ни одного, кто придерживался бы другой точки зрения. И достаточно параллельно посмотреть на инструмент Федвотч Тул, который как раз и оценивает вероятность снижения ключевой процентной ставки. В марте вероятность снижения ставки 2,5%, в мае 19%, в июне 55%. Ну, думаю, что после насыщенных, точнее, да, насыщенных дней предстоящих с точки зрения важных релизов из США, я полагаю, что к концу этой недели вероятность снижения ставки в июне станет еще ниже. И чуть было не забыл, еще блок статистики с прошлой недели первичные заявки на пособия по безработице. Минимальный показатель за несколько месяцев 200-1000 обращений. Это очень-очень мало. PMI в сфере услуг 51,3 с 52,5 и производственного сектора 51,5 с 50,7. То есть в первом случае показатель хуже, чем была прошлая оценка во втором, лучше. Но самое главное, индекс остается выше 50, то есть в зоне роста. И это позволяет нам говорить о том, что динамичный рост американской экономики продолжается. Поэтому в сухом остатке индекс доллара все еще нацелен на продолжение восходящей динамики и ждем закрепления этого инструмента выше 104 пунктов. Золото 2032 доллара за тройскую омсу, как и ранее, до тех пор, пока не снизится доходность американских облигаций ниже 4%, я не позволю себе рассмотреть иные сделки, кроме как продажи. Золото с целями 2000 и ниже. Евро против доллара 1,0820. В пятницу вышли данные по ОВП Германии, как и ожидалась подтвержденная рецессия. В четвертом квартале спад в годовом выражении на 0,2%. Ранее и Бундесбанк, и Еврокомиссия предупреждала, что этот спад неизбежен. Я хочу лишь отметить, что немецкая экономика, безусловно, останется якорем для всей экономики еврозоны. Будет тащить ее, тянуть ее вниз и со всеми вытекающими отсюда последствиями для показателя ВВП в масштабах всей еврозоны. Также на этой неделе в пятницу будут данные по инфляции в еврозоне и ожидается снижение показателя базового индекса потребительских цен с 3,3% до 2,9%. Снижение инфляции – это еще один аргумент для Европейского центрального банка перейти все-таки к смягчению экономической политики, что потенциально должно оказать давление на евро. Доллар Канаде в соответствии с нашим прогнозом пара растет, уже котировки 1,3510. Ждем слабые данные по ВВП Канады в третьем квартале. В Канаде был зафиксирован спад на 0,3%, поэтому чисто теоретически, если в четвертом квартале мы увидим плохие цифры, техническую рецессию нужно будет признать и здесь. И на фоне еще и снижения котировок нефти вообще нет шансов канадского доллара. Доллар иена 150,50. Ждем данные по инфляции. Сегодня по прогнозам основной индекс потребительских цен снизится с 2,6% до 2,1%, а базовая инфляция, что еще важнее, с 2,3% до 1,8%. Снижение базовой инфляции, на мой взгляд, станет еще одним убедительным доказательством того, что Банк Японии, наверное, даже в ближайшие два квартала вообще не станет рассматривать возможности перехода к жесткой монетарной политике и увода ключевой процентной ставки с отрицательных значений. Поэтому путь вверх открыт, ждем локальные, а может быть даже и не только максимумы по этому дуэту финансовых активов. По СНП был вопрос, может ли продолжиться рост. Учитывая тенденцию, которая сложилась в последние недели, как лихо американский фондовый рынок переваривает всяческий негатив, а еще негатив, скажем так, с внешних рынков. Еще и при поддержке сильных отчетов по внутренней статистике и данных по экономике США, думаю, что можно ориентироваться на движение по этому индексу в район 550 и даже выше. И по биткоинам, друзья, также обычный взгляд сохраняется. Бешеный приток средств в биткоины и ТЕФы уже третью неделю подряд. По сути, рекорды с момента пуска, запуска этих новых фондов этим нужно пользоваться. Отложенный интерес, все это должно реализоваться в развитии дальнейшей бычей динамики и, соответственно, движения биткоина выше 52 тысяч. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой недели. Всем пока!